Что ж, друзья, возвращаемся к моим запасам. И в этой части я хочу вам показать свои скрабы для тела и средства для интимной гигиены. Также сюда я хочу отнести вот такую вот соль для ванны. Она у меня одна. Объем у баночки 600 грамм. Это компания Душистый мир, горная лаванда. Морская соль для ванны с эфирными маслами. Присылали мне ее на обзор. Решила я ее оставить на осень. Почему? Потому что производитель нам рекомендует ее применять при лечении простуды. Решила оставить все-таки аромат, конечно, невероятно приятный. Лаванда. Девочки, кто любит лаванду, конечно, кто-то меня поймет. И еще один продукт от компании Душистый мир. Это вот такой сахарный скраб для тела воздушный. Лаванда и можжевельник. Объем у скраба 250 миллилитров. Вот так выглядит баночка. Он действительно воздушный. Он действительно сахарный. Он довольно-таки жестковат. И, девочки, это очень-очень классно. Никаких раздражений, никаких царапающих моментов после этого скраба. Девочки, нет. Абсолютно очень приятный, классный-классный аромат. И лаванда, и можжевельник. Можжевельник здесь приятный. Он абсолютно не горький. Скраб оставляет после себя масляную пленочку. Поэтому я его также решила оставить на более холодное время года. И каким-то невероятным путем у меня оказалась здесь пена для ванны, которая приходила ко мне в подарочек. Это компания Avon. Пена для ванны 250 миллилитров. Чувственная роза. Очень приятный аромат, но не розы. Для меня здесь чувствуется аромат каких-то цветов. Именно очень приятно. С удовольствием будем пользоваться. Оставлю прям его сейчас дома в гараж. Не понесу его, ее. И будем пользоваться. Дальше. Еще один продукт я хотела бы вам показать, который также приходил ко мне на обзор. Это сахарный скраб для тела Savonri. Называется он манила. Активные компоненты экстракта малины, масла корите, жужоба, кокоса и олива. Объем у этого скраба 300 грамм. Очень классный скраб. Очень приятный аромат. Это, вы знаете, какой-то малиновый йогурт. Как видите, мы им пользовались активно, но решили все-таки отложить. Почему? Потому что также этот скрабик после себя отставляет небольшую маслянистую пленочку. Девочки, но летом это не совсем актуально. На осень-зиму это самое оно. Тем более, если учесть, что у меня сухая кожа тела. Последняя баночка из моих запасов. Это облепихово-медовый скраб для тела глубокого влажнения облепиха Сибирика. Объем баночки 300 грамм. Это очень классный скраб. Кто любит аромат облепихи, девочки, конечно, обратите внимание. Продается он по бюджетной стоимости. По сравнению с другими магазинами, естественно, в магазине Ашан. Поэтому, если вы заинтересовались этим продуктом, покупайте только там. Потому что в официальных магазинах эта продукция безумно дорогая. Аромат классный. Все здорово, девочки. Но этот продукт я использую при скрабировании ножек. Почему? Потому что он идет с солевой скраб. У меня на солевые скрабы, к сожалению, аллергия. Муж и ребенок используют по назначению. А так, конечно, очень-очень жаль. Но я использую его для скрабирования ножек, девочки. И это доставляет мне просто огромное-огромное удовольствие. Это какая-то ароматерапия. Потому что я очень люблю аромат облепихи. Чистая линия. Скраб для тела. Фитобаня. Лимфодренаж. Масло кедровых орешков. Пихта сибирская. Объем у скраба 400 миллилитров. Он не запаянный. Поэтому я могу вам его показать. Вот такая желеобразная консистенция зеленого цвета. Очень приятный аромат, девочки. Это действительно баня. Самая настоящая баня. Куплю себе гей для душа такой. Куплю шампунь, бальзам. И буду пользоваться с огромным-огромным удовольствием. Хочу все использовать именно из этой линейки, девочки. И у меня таких скраба два. Чему я, конечно, несказанно рада. Покупала, кстати, в магазине «Подружка» за какую-то очень смешную цену. Следующий продукт – это органик шоп. Скраб для тела. Органическое масло манго и тростниковый сахар. Объем 250 миллилитров. Вот такого желтого цвета. Называется он кенийский манго. Я могу его открыть. Очень приятный аромат манго. Невероятно приятный. Такой сочный, классный. Пока берегу. Говорила ранее, что хотела себе манго-кокосовое лето, но, к сожалению, не получилось. Но ничего, будет у меня осень или зима. В манго и в кокосах. И еще один продукт от Organic Shop. Это скраб для тела. Органическое масло кофе и тростниковый сахар. Также 250 миллилитров объем. Называется он «Бразильский кофе». Я очень люблю этот скраб. Что этот скраб? Что этот скраб у меня аллергии вызывать не будет, потому что они сахарные. Этим продуктом я еще никогда не пользовалась. А этим пользовалась. Никаких проблем абсолютно не вызывал. Классно скрабирует. Конечно, не супер жесткое скрабирование. Среднее, стандартное. Кожа не царапает. Очень здорово. Ну и, естественно, ароматерапия. Девочки, никто не отменял. Аромат кофе я обожаю. Следующий скраб это Crazy Animals от Натуры Сибирика. Ход скраб для тела. Медвежья ягода. Каенский перец. Вулканическая голубика. Черная бамбуковая соль. Открывать не буду, потому что он здесь закрыт. Хотя я знаю, что можно открыть. Но, девочки, я, наверное, не стану этого делать. Объем у него 180 миллилитров. С этим скрабом я знакома. Он действительно горячий. Он очень классный. Такой ягодный. Такой вкусный аромат. Да, он солевой, девочки. Но именно на проблемные места я свою кожу не жалею. И этот скраб использую только по назначению. Также его любит очень мой ребенок. Поэтому будем пользоваться с ней вдвоем. Также с большим удовольствием. И также скрабик от Натуры Сибирика. Линейка Crazy Animals. Это биоскраб для тела. Дикий гречишный мед. Протертые кедровые орешки. Таежная медуница. Соль рапа. Не знаю, как буду использовать этот продукт. Либо на ножки, либо на проблемные какие-то участки. Но таким продуктом я не пользовалась. Что он из себя представляет, абсолютно не знаю. Объем у него также 180 миллилитров. Но как попробую, обязательно потом все вам расскажу в пустых баночках. Следующий скрабик. Это у нас компания Organic Shop. Скраб для тела тропический манго. 100% фруктовая польза. Настоящие кусочки фруктов. Манго сладкий и солнечный рай. Таким продуктом я также никогда не пользовалась. Не знаю, что он из себя представляет. Он гелевой консистенции. Объем у него 200 миллилитров. Но обязательно потом вам все-все обязательно расскажу. Следующие скрабики у меня будут от компании Joana. Серия Natura. Первый скрабик. Вот такой. У них такое оформление, извините. Что-то я запуталась немножко. 100 грамм объем. И это у нас скраб с оливковым маслом. Он идет как кремовая консистенция. Я думаю, он будет очень нежненький. Следующий скраб, который просто невероятно покорил меня своим ароматом. Это у нас скраб с экстрактом маракуйи. Очень приятный аромат. Сочный маракуйи. Прям даже съедобный, сказала бы так. Следующие два скрабика у нас идут с торфом. Я почему-то, когда покупала их, я думала, ой, неизвестно, чем будут пахнуть. Скорее всего, какой-нибудь зимулей. Абсолютно ничего подобного. У девочки очень приятный какой-то аромат. Но не могу описать, чего именно. Следующие два скрабика. Это у нас идут даже не скрабики, а пилинги. Забыла, как правильно сказать. Он идет как моющий. Неправильно говорю. Не моющий. Пилинг для тела. Моющий пилинг с фруктовым запахом. Ну, видимо, киви. Да, правильно я сказала, все-таки моющий. Очень приятный аромат киви. Таким мы также не пользовались никогда. Но будем пользоваться также с большим-большим удовольствием. И следующие два скрабика, которые были уже в свое время у нас в использовании. Это у нас даже точно такие же моющие пилинги с ароматом апельсина. Очень приятный, классный аромат апельсина. Очень понравились. Я, вы знаете, не совсем понимаю пенящиеся скрабы, пенящиеся пилинги. Честно. Но у меня очень любят такими продуктами пользоваться дочь и муж. Ну, они будут пользоваться, а я, естественно, им помогать. Ну, куда же без моих любимых баночек от Organic Kitchen. И первый скраб для тела. Это хрустальная туфелька, морская соль и косточки белой смородины. Очень приятный аромат. Вы знаете, действительно, смородины. Но вот я не могу понять, может быть, листочков смородины с чем-то вперемешку. Но очень приятный. Он белого цвета. Девочки, открывать не буду. Мне он очень понравился. Он очень классный. Следующий тоже мой любимый скраб. Это освежающий скраб для тела. Морская соль и свежая морозная мята. Невероятно приятный голубой цвет. Такой аромат у него приятный. Я почему-то думала, что он будет охлаждать. Но нет, он не охлаждает. А жаль, если бы охлаждал, цены бы ему не было. Такие продукты я использую исключительно только на ножки, потому что эти скрабы солевые. Я не могу пользоваться на тело солевыми скрабами. Еще раз повторяюсь. Мой просто любимейший скраб от Organic Kitchen. Это свитер с оленями. Питательный скраб для тела. Органический экстракт кашемира. И органический голубой лен. Девочки, я не могу описать, чем он пахнет. Для меня это аромат восточный. Хамама. Такой теплый, согревающий. Я бы не сказала, что это какой-то жесткий скраб. Нет, абсолютно. Это, скорее всего, пилинг. Он кремовой консистенции, но он действительно питательный. Не первая, не вторая и не третья. У меня такая баночка. Буду покупать, пока есть в наличии. Он действительно классный и для меня экономичен в использовании. Еще один скраб. Это супер питательный скраб джем для тела. Извиняюсь за мой английский. Don't eat me. Наверное, так называется. Типа не ешь меня. Органический кизил и ванильный сахар. Не знаю, что это за скраб. Что он из себя представляет. Он у меня еще закрытый. Но, как всегда, все расскажу в пустых баночках. Я почему-то думаю, что он какой-то гелевой консистенции. Возможно, там какие-то есть скрабинки. Все, друзья. На этом мои скрабики закончились. И сейчас я хочу вам показать свои средства, которые лежат у меня в запасе. Точнее, для интимной гигиены. В магазине Фикс Пресс я покупала вот такое молочко для интимной гигиены. Натурал Херблс. Наверное, так называется. Объемом 365 миллилитров. Конкретно этот идет с календаной, пантенолом и маслом чайного дерева. Я знаю, что многим не понравилась эта продукция. Что вот это закос под грин маму. То, что вот это все-таки не то. Да, это не то. И может быть и по качеству они, конечно же, отличаются. Но мне вот лично это средство и моей семье ничего плохого абсолютно не сделало. Продукт подходит для использования как мужчинам, так и женщинам. Это очень здорово. Хотя, честно говоря, у меня муж никогда не пресвывал использовать дамские средства для интимной гигиены. Но по аромату мне, конечно, больше нравится с розовым оформлением, с розовыми цветочками. По-моему, там идет с пионом. Но вот остался вот этот один. К сожалению, из фикс прайсов они пропали, а жаль, я бы подкупила. Честно, я советую, сама бы купила. Ну, для меня это продукты довольно-таки неплохие и очень также экономичны в использовании. Ну, чтобы далеко не отходить от грин мамы, последний в запасах. Нежный гель-крем для интимной гигиены мать и мачеха и масла чайного дерева. Я знаю, что многим девочкам этот продукт вообще не понравился по аромату. Качество хорошее, просто классное. Действительно, очень хорошо заботится о наших нежных, интимных местах. Но аромат кому-то не нравится. Мне нравится. Да, чайное дерево, конечно, имеет не совсем приятный аромат, но для меня это допустимо. Объем у средства 300 миллилитров. Как вы можете заметить, он идет до 2019 года. Вот один остался, последний. Буду хранить его, наверное, действительно до 2019 года. Потому что жалко, жалко. Таких цен больше не встретишь, как в фикс-прайсе. Гель-крем для интимной гигиены с афродизиаками. Это Фаберлик, линейка Сторда Амур. Объемом 200 миллилитров. Вы знаете, мне эти интимки очень понравились. Что в розовом оформлении, что в белом оформлении. Для меня они просто идеальные. Очень хорошие. Но все равно я приверженец того, что интимные средства от компании Avon гораздо лучше. Это самые лучшие средства по уходу за нашими нежными зонами. И последнее, что я вам покажу. И последнее интимное средство. Это компания Kefri с алоэ. Объем у него 200 миллилитров. Он шел этот продукт в спаечке с ежедневками, скажем так. Вот. Вы знаете, мне очень нравится этот продукт. Действительно, все очень здорово. Единственный минус, который меня очень сильно напрягает, это отсутствие помпы-дозатора. Очень неудобно. Поэтому я из этих баночек переливаю в дозатор из-под жидкого мыла, либо из-под каких-то интимных средств. И мы пользуемся. А так, качество супер классное. И купила я эту спаечку. Кстати, девочки, за 75 рублей. Смешная цена. Надо было брать больше. Ну, как говорится, кто бы знал. Все, друзья. На этом я заканчиваю ролик. Своих запасов со скрабиками и интимными средствами. Я надеюсь, что мое видео было для кого-то интересным, для кого-то полезным. И если вам интересно, оставайтесь дальше со мной. Не есть что еще вам показать. Ну, а так, всем спасибо огромное за внимание, за просмотр. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.